Сегодняшняя тема называется Встреча с прошлым Вот, мы уже говорили тут недавно про будущее Да, что мы как верующие, как христиане Можем ходить из будущего Вот, и ходим из будущего Бог нам показывает, открывает, кто мы в нем В своем слове, в пророчествах, в личных пророчествах И мы, видя эту картинку, я вам объяснял этот принцип Видя эту картинку, начинаем не просто Как бы идти туда Но начинаем жить из будущего То есть, ты уже имея образ, который в тебе нужен Начинаешь уже поступать так, как будто ты это имеешь Понимаете или нет? Ты уже, и тогда вот я приводил пример, да, с этой вот Рюмкой водки, да, когда человек Вот, постоянно падает в одном и том же грехе И никакая даже картинка будущего, которая, вот, она не может на него повлиять Потому что эта картинка будущего, она где-то далеко Она то ли будет, то ли не будет А рюмка, она вот сейчас уже здесь Или еще что-то, да, я просто, да, такой пример беру Но когда ты уже верой имеешь то, что там, да, и ты уже по-другому смотришь на это И ты уже не хочешь потерять то, что ты имеешь Потому что во Христе мы уже это имеем И то, что Бог сказал, оно произойдет Потому что у Него это уже произошло Понимаете, Он такой Бог Вот наш Бог такой Когда Он сказал, это произошло И если Он тебе сказал, если Он тебе показал, если Он открыл Если ты хочешь иметь это благословение, все, ты его уже имеешь Только начинай поступать, как тот человек, который уже это имеет И таким образом ты действительно придешь туда Однажды, уже по плоти, так сказать, воплоти, да, в своих этих Но есть один момент, который тоже сидит в нашем мышлении достаточно глубоко Это наше прошлое И куда с Ним деваться, да Мы потому что вот уже прожили Уже что-то там натворили И вот знаете, люди, они склонны Даже уже во Христе, христиане Так размышлять Что вот происходит с ними что-то нехорошее И они, у них автоматически всплывает такая мысль Ну конечно, это мне вот за то, и за то, и за то Вот надо было, вот Знаете такое мышление или нет? Вам оно знакомо? Оно иногда автоматически всплывает Когда, конечно, мы на страже стоим своего ума, своих мозгов И мы действительно бодрствуем в слове Когда мы применяем, да, вот этот принцип, да, который нам дает Иисус Христос Мы способны Но часто мы вот на автомате это носим На автомате это носим И носим не только к себе, но еще и к другим А, с ним произошло, ну конечно, потому что то-то, то-то, то-то Вон он какой И, ну, понимаете, да или нет? Вот И знаете, что самое интересное? Что по вере нашей Бывает нам И вот, ну, как ты веришь, так и происходит Но что нам сказано во Христе? Что Бог Он эти грехи, которые у тебя были Он их стер Он их бросил за хребет Он их именно не вспоминает Понимаете? Вот мы, как бы, не можем иногда не вспоминать Нам трудно эту функцию отключить А Бог, Он совершенный Бог И Он способен отключить Вот это вот воспоминание о тебе, какой ты был И, ну, это действительно очень важный момент Потому что пока Ты еще имеешь вот это мышление Старое, ветхое такое, да Мышление кармы, да Вот сейчас модное такое слово Карма, да, вот у человека, да Что карма у него нечистая Он там натворил и все Я говорю, вот у меня эта мысль пришла Я встречался со своим знакомым, другом Ну, он, как бы, верующий, но православный Но старается, как бы, вот Что-то делать То есть, не пассивный такой, прям, да То есть, ходит в храм периодически Исповедуется, причащается И вот мы сели Вот ситуация там происходит Вот он мне просто рассказывает про свою жизнь И вдруг он начинает Вот это вот говорит Ну, это все мне вот в девяностые Я там начудил Натворил И вот, ну, сейчас вот расплачиваюсь Я говорю, ты не прав Ты что говоришь? Ты причастие принимаешь? Да Все Ты понимаешь, что это уже не влияет Это только твое И я вот умудрился ему Он потом такой радостный Слушай, спасибо, спасибо, что ты мне вот это все вот напомнил Прояснил Вот таким вот образом обновил Потому что, ну, понимаете, вот по вере нашей нам и есть Или по неверию нашему нам воздается То есть, вот как мы верим, так оно и происходит И действительно, вот наше состояние Оно зависит от действительно того, что Бог нам простил Давайте откроем Я вот сегодня хотел Несколько историй таких просто рассмотреть Чтобы мы именно вот в Слове Божьем Вот это вот все нашли Что Бог действительно, прощая тебя Прощает тебя полностью Полностью Не нужно уже вот вздыхать Вот если бы вот там-то я не сделал такого-то А многие люди носят вот эту ношу своего прошлого В течение всей своей жизни Просто вот как привязанные к этому являются Вы где-нибудь видите, что апостол Петр вздыхает Предатель я предатель Видели или нет? Ни разу я, я даже намека в его посланиях на это не слышу Что вот такой вот я, я вот самый-самый предал Обещал не предать и предал Не вижу, ни в учениках не вижу Ни в ком не вижу Они не носят за собой это прошлое Они приняли это свое Божье будущее, настоящее И про полное прощение Мы должны понять, что вот этот крест Иисуса Христа Который, да, Иисус претерпел Он, ну, его достаточно, чтобы простить любой грех человека Любой грех Убийство Много убийств Маньяк человек Вы понимаете? Нам трудно в это поверить Но Бог способен изменить и простить даже такого человека, как маньяк Мы, люди, будем всегда Ему это напоминать Но Бог, Он способен Да, потому что, ну, там мы не знаем, из-за чего Он стал, да Какое насилие было к Нему в детстве применено, да Я не нашел, ну, как бы я и не искал Потому что думал, что, ну, так и подумал, что не найду Но я слышал одно свидетельство Реального человека Американец, который был приговорен, по-моему, к трем пожизненным срокам За свои деяния И в тюрьме он покаялся и обратился И встретился с Иисусом полностью Отдал ему свою жизнь И в тюрьме же и начал вот эту христианскую деятельность Он написал книги, он начал вести эту работу с заключенными И знаете, однажды его выпустили на свободу Вот, вот почему? А потому что это уже новое творение Понимаете? Потому что даже люди увидели, что это уже не тот человек Что вот этому новому человеку уже нет смысла сидеть в тюрьме И президент там каким-то особым указом помиловал этого человека И снял с него его прошлое Поэтому Да, это не произошло сразу, вот так вот Да, есть какой-то определенный процесс Определенное время, когда вот Бог тебя будет проводить через это Для того, чтобы ты действительно Вот, ну, в первую очередь принял его прощение Принял именно прощение грехов Потому что Бог это самая высшая, самая главная структура вообще всего Понимаете, да? И власть уже человеческая и все остальное, оно же в любом случае под ним И ты должен понять, что если Бог тебя привел сюда Если Бог тебя простил Если Бог тебя призвал И не ты к нему пришел Он тебя привел Принимай верой по поводу своего прошлого Почему я тоже это говорю? Потому что вот у нас у одного парня Тоже вопрос встал, да? Он недавно крестился И Стал этим новым творением Может быть он до конца это не ощущает еще Как это, что это такое, как этим пользоваться Но пришло прошлое и постучалась его жизнь Что есть милиция там где-то ищет Что-то имеет на него Есть какая-то старая статья Какой-то неуплаченный штраф Какие-то еще проблемы И Вот оно, прошлое Оно, с ним надо как бы разобраться И тут нельзя просто сказать, да, что Ну А, нет ничего, просто верю Я Хотел историю вам небольшую прочитать Это бытие А где оно бытие 33-я глава Все-таки записал Это встреча Иакова с Богом на реке Иавок В момент, когда его старший брат С четырехстами людьми Идет к нему навстречу И там ситуация заключалась в том Что когда-то Иаков Кинул своего брата Переоделся в него И забрал благословение Духовное благословение И Отец По ошибке Ну, да, в кавычках По ошибке Или по предвидению Божьему Да, по случаю Как мы говорим Благословил Иакова Тот Пока Исаф был на охоте Мама Уговорила Иакова Что она видела в нем Будущее Того, кого нужно благословить Благословить И Она его Ну, как бы Папа был слепой практически Да, плохо видел И он переодевшись Своего старшего брата Даже вот он Ну, кто не знает историю Он там Кожу Козленка Наделал на руку Потому что брат был волосатый Чтобы папа пощупал То есть там такое Хорошее мошенничество было Хорошо продуманное Да, когда он говорит Голос Папа такой даже Руки, руки Исафа Голос Иакова А руки Исафа Ну, ладно Пусть тебя Бог благословит И все И полностью покушал Хорошо И благословил Высвободил Вот это слово В жизни Иакова И Мы знаем Как брат Брат отреагировал Жестко Он говорит Сейчас Дни плача По отцу закончится Я убью Иакова Все Исаф был очень жесткий От него Милосердия ждать не стоило Его кинули И он Был полностью готов Убить его И вот уже там Через 20 лет Иаков Будучи благословлен Богом Да Разбогатев Получив скот Уже имея детей Жен Да Ушел от этого Лавана Да От дяди своего И вот он Идет И вот эти 400 человек И он узнает Что Исаф Вышел к нему Навстречу И 400 человек Идут Его Убивать Все Вера Этого человека На какой-то момент Дрогнула Да То есть На какой-то момент Он затрясся И это видно И это вот Ну чувствуется Я вам вот эту вот Историю Тридцать А так Нет Когда Тридцать вторая Глава С шестого стиха И возвратились Вестники К Иакову И сказали Мы ходили к брату Твоему Исаву Он идет Навстречу тебе И с ним 400 человек Да Вот Что это еще Может не означать Как то что Зачем 400 человек С собой брать Ну возьми 10 20 400 человек 400 человек Чтобы просто Вот ну Я уверен Что намерения Иак Исава Они были действительно Такими И действительно Вот часто Ну твое прошлое Оно не шутит с тобой Оно действительно Как бы вот Ну Да Вот Во Христе Бог тебя Простил Ты это Принимаешь Но Встретиться с ним Ну как то вот Еще придется Или Ну или Или не придется Да Как мы здесь Увидим Да Как это все Изменится Иаков Очень испугался И смутился И разделил людей Бывших с ним И скот мелкий И крупный И верблюдов На два стана И сказал Если Исаф нападет На один стан И побьет его То остальной стан Может спастись И сказал Иаков Боже отца моего Авраама И Боже отца моего Исаака Господи Сказавший мне Возвратись в землю твою На родину твою Я буду благоволить тебе Не достоин я всех милости И всех блодеяний Которые ты сотворил Работу твоему Ибо я посохом моим Перешел Этот Иордан А теперь у меня два стана Избавь меня От руки брата моего От руки Исаава Ибо я боюсь его Чтобы он придя Не убил меня И матери с детьми Ты сказал Я буду благотворить тебе И сделаю потомство твое Как песок морской Которого не исчислит Не исчислит от множества Вот да Что делает Иаков Да Он Богу напоминает То что Бог ему сказал То что Бог ему обещал И вот это первое Наше оружие Против Ну и оружие И вот То что Бог обещал Бог тебя спас Не для того Чтобы тебя Вот Этому человеку скажу Закрыли в тюрьму Не для того Бог Не такой Бог Что вот хочет Над тобой поиздеваться Он не такой Как мы иногда думаем Что вот он хочет Нас взять И потом наказать Нас за все наши грехи Реально Его прощение Его милость Его благословение Она ну реальная Понимаете Она реальная Она ну в действии Произведена И вот И что самое интересное Вот он молится И мне нравится Что здесь вот Не просто все так Ну само собой Разрулилось Я еще думал Как вам об этом сказать Да что здесь Но здесь я верю Что Бог дает ему Определенную мудрость Определенную стратегию Как со всем этим Разобраться сейчас То есть не просто там Спрятаться от этого Убежать там от этого Но как вот разобраться Как встретить брата Как смягчить его сердце Он понял что Ну он тоже что-то должен сделать Для того чтобы Смягчить сердце брата И вот он Он всегда вот был Вот То есть вот это вот Благословение Божье Оно в мудрости часто заключается В откровениях определенных Помните как он скот У Лавана Такое слово есть Отжал Отжал да То есть его Вот этот дядя Он его кидал 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 Много лет И кинул бы Но вот Яков пришел к нему Слушай Ну вот Ну давай я полосатых заберу Тот глянул Ну да полосатых мало Хорошо Давай заберешь полосатых А сам с вами Это Ну через сезон А сам своим сыновьям Говорят Идите там он полосатых Будет забирать Идите полосатых у него Отберите Чтобы их еще меньше было Вот Но Бог дал Якову Откровение во сне Что нужно сделать Он там палочки положил И в этот год Скот весь стал полосатым Весь Что и этот Лаван Был в шоке Что вот ну Бог не дал Да вот Но опять же да Была какая-то определенная Стратегия там С этими палочками Да то есть было какое-то Определенное действие Откровение Какая-то мудрость Как поступить В этой ситуации И здесь мы видим Что Яков На Бога надейся Да Как у нас говорится А сам не плашай То есть как бы Ты ну Богу напоминаешь Ты Богу говоришь А сам думает В этот момент Что делать Что делать Что делать Как правильно сделать Ну и действительно Ну Бог тоже будет С нашим прошлым Переодеть Ну вот С каким-то таким Особенным прошлым Каким-то образом Разбираться И это не значит Что нужно там За все будет Придется заплатить Да Может быть кому-то Нужно будет Процедуру банкротства Сделать Да У кого там Большие кредиты Вот Но есть способы Есть способы То что вот Ну Действительно Вот Я понимаю Что есть люди Там С большими долгами Да И пришли к Богу И вот эти долги Вот эти вот Они тянут И я вам скажу Что найдутся христиане Фарисеи Которые тебе скажут Ну что платить Надо за все теперь Надо будет теперь За все За все За все заплатить Но Вот Иисус принимая И прощая Реально Он может Списать даже Вот такие Физические Твои долги Если ты веришь Что за них Надо заплатить Ты будешь платить Если ты Если ты Но все зависит От суммы Которую ты должен Если сумма Небольшая То ты будешь платить Но если сумма Десять тысяч Талантов Знаете что такое Десять тысяч талантов Знаете эту притчу Да Что царь призвал Рабов Сочетаться с ним И сумма долга Одного человека была Десять тысяч Талантов Знаете сколько Это в пересчет На наши деньги Я тут быстренько Посмотрел Талант Талант Это Триста килограмм Двести пятьдесят Триста килограмм Серебра Грамм стоит Тридцать рублей Короче Семь с половиной Миллиардов рублей Вот такой долг Знаете он Вот Тоже эта история Про человека Которого принесли Расслабленного Четверо друзей Принесли Расслабленного Человека Все Доживает свою жизнь В полном расслаблении Нагрешил И я говорю Нашлись бы христиане Которого сказали Ну ты нагрешил И Лежи Спокойно Уже Доживай Скажи спасибо Что спасен Вот Но Иисус Не оставляет Это Помните Да Это вот Ну если половину взять Потому что Его приносят Иисус Видя веру Их Говорит Расслабленному Прощаются Тебе Твои грехи И тишина Ничего не происходит Все начинают Там Кто-то Да кто это такой Что грехи прощает Вообще Чего-то такое Ну а кто понимает Говорит Ну да Хорошо Спасен И вот Да Можно остановиться На половине Этой истории Но когда Вот этот Диалог Там завязывается Иисус Понимает Ихние мысли И он говорит А что легче сказать Прощаются Тебе Грехи твои Или встань И ходи Но чтобы вы знали Что сын Человеческий Имеет Прощать грехи На земле Тебе Говорю Встань Возьми свою постель И иди И этот человек Встает И идет И вот это вот Расслабление Которое было В результате греха В результате Его неправильного Образа жизни Оно Оно вдруг Уходит Вместе С грехами Понимаете Поэтому Для Бога Есть одна проблема В нашей жизни Это грехи Это в первую очередь И причем даже Ну И знаете Еще самое интересное Не важно сколько их Не важно сколько их Потому что Вот этот вот человек Вот как Бог видит человека Да С десятью тысячами Талантов Который должен Был Это вот то Что Вот мы перед Богом Царство подобно Человеку Который задолжал Своему царю Семь с половиной Миллиардов Рублей Я не понимаю Где Когда он их мог Взять у него Или еще что-то Но действительно Ты понимаешь Это Иисус Приводит Такую притчу Он показывает Нам через это Что Ну насколько Действительно Вот каждый человек Он далек от Бога Далек Как Вот этот долг Он не может Сам никак оплатить Даже попытаться Не может А помните Что тот человек Пытался сказать Потерпи на мне Я все отдам Потерпи на мне Я все отдам И вот иногда Вот люди Они так вот В этом живут Что Ничего Приведу Приведу Все Все Соберусь Буду нормально жить Все Все Буду выплачивать И Бог Видя И да Вот И там написано Царь видя Что он не может Заплатить Говорит Все Ладно Списал Все Все Что могу идти Можешь идти И вот он пошел А куда он пошел Собирать деньги Со своего друга Который ему должен был Сто динариев Сто динариев В переводе на наши деньги Это примерно Ну сто тысяч рублей Три зарплаты Месячных Таких средних По тысяче рублей в день Сто тысяч рублей Занимал у него Когда-то По-настоящему И тот человек Он начинает так же Говорит Потерпи Отдам Он говорит Нет В тюрьму И пошел Пожаловался И того человека В тюрьму закрыли За то что он ему Не отдал И друзья Того человека Увидели Вообще Ну как так И Сказали царю И царь возмутился Что он говорит Как так Я тебе Говорят Столько простил А ты вот Вот это Вот этой мелочи Простить не можешь Ты Ты не можешь Вот это вот Принять Да Человека Таким Как он есть С этими Его вот Ну проблемами Поэтому Божье прощение Это полное прощение За которым Будет следовать Действительно Восстановление Всех сфер Твоей жизни Все Дьявол не имеет Там Более того Я вам скажу Что Есть такие стихи Есть такое Обещание Что Тех Кого Сатана Обобрал Тех Кого Он Отдаст Всемиро Это то Что Бог Хочет Да Чтобы Вот нам Было Не просто Нам было Возвращено Потому что Мы тоже Пострадавшая Сторона Мы обмануты Им были Вот И то разрушение Которое Произошло В твоей жизни Это не только Ты виноват В этом Это виноват Еще Еще одна Личность Вот Которая Действовала Без твоего Разрешения В твоей жизни И Бог Все Восстанавливает Но Вот Он нам Открывает Свой принцип Чтобы мы Поняли Чтобы мы Могли Пользоваться Его Прощением И ходить В Его Прощении Стоять В этом Мы должны Сами Прощать Других Вот Мы должны Получить Вот этот Дух Вот это Откровение По Настоящему Прощать Других Людей Не Соразмерять Вот как делали Фарисеи Грехи Этого Человека Да То что Ну Вот как Это например Мы иногда Расстраиваемся Вот Иисус Однажды Был в доме Фарисея И пришла Блудница И мы И омывала Ноги ему Да Миром Мазала Волосами Волосами омывала Целовала Его ноги И фарисей Внутри себя Как бы Критиковал Если бы он знал Если бы он был пророк То он бы знал Что это Заблудница И так далее И вот там Диалог состоялся Да Иисус ему говорит Слушай Я тебе вот Как ты думаешь Одному Одному было Пятьсот Прощено Другому Пятьдесят Кто будет Больше любить Конечно Тот К тому Кому Пятьсот И он понял Что это Иисус Про него Говорит Да И потом Он говорит Этой Женщине Он говорит Иди Вера твоя Тебя спасла Ты Прощаешь Он там Мне сказал Прощаются тебе Грехи твои И потому что Ты возлюбила Много Да То есть Независимо От того Кто сколько Нагрешил Прощается Все И вот тут Часто возникает Такой вопрос У людей Внутренний Их жаба душит Например Один человек У него Кредит был Всего 100 тысяч Рублей И он его Почти выплатил Осталась Двадцатка И тут ему Простили А другой Жил и даже Платить не пытался Три миллиона Пять миллионов Десять миллионов И потом Бах И ему Простили И вот Как они будут Вот друг друга Воспринимать У этого Которому Простили Двадцать Останется Вот это Какая-то Горечь Внутренняя Да Но если он С этим Не справится Бог нам Предлагает Ребят Смотрите Моим взглядом Не смотрите Сколько вы могли бы Нагрешить Или должны бы Нагрешить Чтоб тебе было Прощено побольше Радуйся тому Что ты остановился Вот в этом состоянии И смог остановиться Бог тебя будет Благословлять Не завидуй тому Который Вот много Нагрешил И ему все Прощено Не начинай его Из-за этого Меньше любить Не начинай его За это критиковать Или нагнетать На него Какую-то Ну вот Эту карму Неправильную Да Что Ааа С ним что-то Произойдет И ты И ты сразу Ну конечно Потому что Вон оно То есть Понимаете Вот В нас сидит Этот ветхий завет Чуть-чуть Да Потому что Бог через ветхий завет Пытается нам показать Что твои Физические вещи Сегодня Они зависят От твоих духовных Отношений с Богом Вот что Бог через ветхий завет Пытается нам показать Или от грехов То есть Как бы Вот Вот это вот Духовный мир Он связан С этим Если ты перед Богом Ходишь хорошо То ты благословен Если ты перед Богом Ходишь неправильно Грешишь То на твоей жизни Будет действовать проклятие Вот это Ветхий завет А новый завет Что говорит Бог покрывает Все вот это Вот то Что кто находил Сколько находил Неважно Сколько находил Покрыто Все Ты теперь Не привязан Теперь вот Твое Настоящее будущее Оно вообще Не привязано К прошлому Оно полностью Уничтожено Во Христе Грех полностью Смыт Бог за тебя Теперь Не потому что Больше или меньше Но мы Заражены Они вот этим Блудницы Сказали Ну что Ну что Никто 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 Иди И я тебя Не осуждаю И вот Бог во Христе Нам хочет это сказать Но нам так трудно Мы всегда Вот Меримся Кто больше Кто меньше Кто хуже Кто лучше А по идее Он не смог Благодарить Бога Разве Разговаривал тоже С одним христианином Хороший парень И он Пытался через меня Подействовать На как бы Другого человека Зная о его грехах И Сам Не сделав Этих грехов Ну там такая была ситуация Что Ну и вот Сейчас вот он переживает Благословение Божие в своей жизни Финансовое Большое И он это связывает с тем Что Ну и я тоже как бы верю в это Ну во первых там с десятиной Во вторых это У него была очень сложная ситуация В кризис Он там Люди работали на него Объекты вел И вот там был кризис И Он мог кинуть людей Которые на него работали И как бы вот это было обосновано Немножко Кризисом Да То есть можно было вот под этим Он говорит Ну мне Бог сказал Не кидай Не вздумай И он говорит И я Собрался И Все отдал Все отдал И сейчас я вижу Какое благословение В моей жизни Там туда-сюда И он попытался И он говорит Но я знаю Про нашего общего друга Что Вот он В свое время Потому что ситуация была похожа Так не сделал И он должен Тому-тому-тому И Как бы он не говорит Ты должен сказать ему Но Говорит Внутренне там Вот ты ему скажи Я говорю Послушай Я говорю Не в такое Евангелие поверил Я говорю Я пастор его И я Хочу верить В прощение Долгов А не в возмездии За то что человек Там натворил Что ты должен Обязательно Вот все что ты сделал И я понимаю Что вот ты Тебе Бог сказал В тот момент Не кидай И ты послушался И ты получил За это благословение Но у этого человека Ну паровоз прошел уже С этими людьми Вот ситуация уже прошла И там уже Ну все Все уже давно забыли Было и было И причем там Какие-то копейки На самом деле Но этот человек Он до сих пор Помнит Об этом долге И то что Вот он так поступил А он так поступил И он У него с этим человеком Хотя они вроде Друзья Нет отношений То есть он уже Где-то его осудил Надел на него Вот эту вот Свою модель Своего восприятия И хочет теперь Вот ну как бы Вот то как Вот с ним было поступлен То как с ним Вот он Поступил Теперь чтоб он Поступил так же И вот Понимаете про что я говорю Вот мы иногда Вот иногда мы можем Вот таким образом Надевать бремена На людей Надевать бремена Мы просто начинаем Вот как фарисеи Они себя вели Они вот так Отчуждались Грешников Да Они вот ну Идите сначала Приведите своей жизни В порядок Да А Иисус нам что показывает Он сидел Он ел с ними Он обнимал их Он Вкушал с ними еду И это были тесные Взаимоотношения Потому что у Иисуса Другое мышление Он знает Что все согрешили Все лишены Славы Божьей Нет праведного Ни одного Всем требуется Вот эта вот Искупительная жертва И вот ну Мы действительно Должны это понять Я считаю И именно на практике Понять Потому что это не просто Как бы вот Принимать того Которому прощено больше Чем тебе Понимаете это или нет Вот именно нам Трудно принимать И Иисус тоже говорит Что ну Прости нам долги наши Как мы прощаем Должникам нашим Да То есть Вот ну И потом он тоже В учении Если имеете на кого Да То прощайте Когда вспоминаете То прощайте Просто прощайте Не требуйте Чтобы он это вот Пошел-пошел И исправил Просто прощай Просто покрывай Просто вот Как Бог простил Во кресте Так и ты просто прощай Зачем ты требуешь Иногда вот Увидеть эти Как вот Он точно Покаялся Точно он там Все это пережил Как я пережил Вот мне там Я переживал Свое прощение Он как-то легко Слишком это все пережил И вот мы хотим На людей Вот эти вот Свои представления Наложить Какая разница Мы должны радоваться Что Бог прощает Что Бог вот Ну радуется Иисус говорит Вы не представляете Как говорят На небе праздник Когда один грешник Кается Как он кается А плакал он Там не плакал Вот искренне Глубоко Неглубоко Не наше это дело И вот Ну вот эту историю Давайте дочитаем 32 глава Бытие Как Как Иаков Там разбирался Вот ну С этим своим Прошлым Да что Ну есть действительно Вот реальность Она заключается В том что Будут какие-то Моменты Когда у тебя Прошлое потянет Да у кого-то Да вот оно Потянет тебя Вот стой на этой истории И проси у Бога Мудрости Как с этим всем Разобраться И Во-первых То что мы стоим Что Иисус простил грехи Все Это прошлое Оно меня теперь Ну не может Меня убить Понимаете Оно не может Меня вернуть Назад И заставить Выплачивать Какой-то Вот этот Долг Да который я не могу Выплачивать И Действительно Вот знаете Вот это вот слово Когда Иисус говорит Если ты стоя на молитве Вспомнишь Что имеет что-то Против тебя брат То иди Примирись с братом своим Вот это слово Я понял Что оно Неприменимо К Вот этим нашим Прошлым грехам Которые уже Как бы Ну вот сдвинулись Вам Во времени Это слово Как раз применимо Вот к этому Настоящему Где мы имеем Вот некие взаимоотношения Да Вот то что я привел Пример про этого парня Которому Бог проговорил Не вздумай кидать людей Не кидай Отдай все И он послушался И он это сделал Понимаете А кто-то вот Не сделал И тем не менее Бог Бог тебя благословил За это А его может быть Ну вот как-то По-другому ведет Да Ему просто эти грехи Прощены Он его по-другому Будет вести Он может быть Не выплатил Или не заплатил Может действительно Да Вот с Наташей Да Вот нам Один баптист Тоже рассказывал Про свой долг Как он его Как он Какой он Правильный Его вот Выплачивает Честно Я считаю Что банком Ну Можно не платить Но Я имею ввиду Морального Долга Я перед ними Ну Я не говорю Что нужно Идти Их кидать Но если Вот Нужно банкротиться Нужно банкротиться Ну как бы Вот Для меня Это неприменимый Вот этот вот Ну термин Что это вот Что ну Нужно сделать все правильно И я буду вот До конца жизни Все это выплачивать Бог не хочет этого Ты будешь выплачивать Ну тем Которые же Ну грабят других людей Поэтому ну Понимаете Вот почему я вот Говорю про Да Про банки Таким образом Это чисто Мое частное мнение Поэтому это не официальная Позиция церкви Я хулиган Но знаете Иисус однажды же Тоже так же говорил Помните ему говорят А то Петр пришел Будем платить налог На храм Иисус говорит Как думаешь С кого берут Со своих Или с чужих Он говорит Ну конечно с чужих Он говорит Тогда свои свободны Говорит Ну ладно Ну чтобы не искушать Иди Закинь Отдай И так далее Понимаете Опять же То что Ну вот Есть вещи На тебя будут наложены Какие-то Что-то государством И так далее Но ищи Бога И Он поможет тебе Со всем этим разобраться Вот что я хочу сказать Понимаете Не то что ты прям А я провозглашаю Ничего нет Ну вот Иаков Не мог провозглашать Там ничего нет Брат идет И 400 человек идет Это реальность Понимаете Они Он понимает Что они не свернут С пути Пока не встретятся С ним Понимаете Ему нужно что-то делать Ему нужно откровение Он вот движется В этом откровении Он сначала Богу напоминает Он помолился А потом Начинает действовать Вот давайте Ты сказал Он Богу Ты сказал Я буду благотворить тебе И сделаю потомство твое Как песок морской Которого не исчислит От множества И ночевал там Иаков В ту ночь И взял из того Что у него было В подарок Исаву Брату своему 200 коз 200 козлов 200 овец 200 овец 20 овнов 30 верблюдец Дойных С жеребятами И сорок коров 10 валов 20 ослиц 10 ослов И дал в руки Рабам своим Каждое стадо особо И сказал Рабам своим Пойдите передо мной И оставляйте расстояние От стада до стада Вот у него стратегия Он говорит то Что вот это вот Ну по чуть-чуть Для чего это Да Чтобы не вот Все вот возьми Да А чтобы его брат Он размышлял Что вот У брата много О еще стада О еще Потом брат его Спросит его То есть Вот сердце брата Вот встречая Вот эти вот А это что такое Это брат тебе посылает Задобрить меня хочет И тут раз еще Еще одно стадо А это что такое Это брат тебе посылает Да не Не Я все равно убью Да Ну там 4 стада И потом все мягче Мягче И слушай Да у него много Слушай Да он на мое Вообще-то не претендует Да Потому что там И вопрос может быть Был Действительно в том Что у него было По праву Первородства И он мог Прийти и сказать Я купил И меня отец Благословил И теперь вот сейчас Мы тут все разделим Да И может быть тот Он вышел просто Ну защищать Вот это вот свое Плотское Такое нажитое Да И тут вот он начинает Встречать вот эти вещи То есть да Вы должны понять Что здесь Не то чтобы Иаков там платит Да За грехи Он пытается Смерчить сердце Брат который реально Хочет его убить Тот больше ничего не хочет Только убить его хочет То есть там вопрос Не стоял Вот заплатить Откупиться как-то Да То есть если бы Можно было откупиться Тот бы вот так И сделал Но речь шла Вот именно просто Он его хотел убить И приказал первому Сказал Кабрат мой Исав Встретится тебе И спросит тебя Говорят чей ты И куда идешь И чье это стадо Пред тобой То скажи Раба твоего Иакова Это подарок Посланный господину Моему Исаву Вот и сам он за ними Так же приказал он И второму И третьему И всем Которые шли за стадами Понимаете Вот насколько Хитрый человек Да Насколько вот Ну вот Бог ему дает Вот эту мудрость Какую-то Да чтобы вот Как поступить с братом То есть он Он там подстраховался Вот да И первому Второму Третьему И всем остальным Он там всех Вот ну разделил Ну как бы Чтобы вот Сердце брата Как-то к нему смягчилось И не только Это он сделал И написано И пошли дары Пред ним А он в ту ночь Ночевал в стане И встал в ту ночь И взял двух жен своих И двух рабынь своих И один из сынов своих Перешел через Иовок И взяв их Перевел их через поток И перевел все что у него было И остался Иаков один И боролся Некто с ним До появления зари Некто здесь с большой буквы И увидев что не одолевает его Коснулся состава бедра его И повредил состав бедра Иакова Когда он боролся с ним И сказал ему Отпусти меня Ибо взошла заря Иаков сказал Не отпущу тебя Пока не благословишь меня И сказал Как имя твое Он сказал Иаков И сказал Отныне имя тебе будет Не Иаков А Израиль Ибо боролся ты с Богом И человеков одолевать будешь Спросил и Иаков Говоря Скажи имя твое И он сказал На что ты спрашиваешь О имени моем И благословил его Там Аминь Вот она Да тоже Ключевой момент Встречи Вот с прошлым твоим Да Что Тебе с Богом Нужно разобраться Да Тебе нужно Вот еще раз В этот момент Получить вот это Внутреннее подтверждение Благослови меня Потому что Ну Он верил в благословение Божие Ты веришь в благословение Божие Я верю в благословение Божие Потому что В благословение Божие Никакой печали с собой не приносит Оно есть истинное богатство Благослови меня Твоим благословением Если ты меня благословляешь То я ничего уже не боюсь Потому что знаю Что Ну Ничего со мной случиться не может Потому что Это Бог произнес Это Бог сказал Поэтому А во Христе Иисусе Бог Благословил нам Нас Всяким Благословением На небесах Вы понимаете Что если здесь Ветхий Завет Здесь вот Ну вот Еще не все понятно Как это все получить То у нас намного яснее Вот причастие Принимай И Бог Благословляет тебя Ты сегодня здесь И твое прошлое Оно За хребтом За хребтом у Бога Он про него не вспоминает Он действительно Убирает это влияние Что не просто Прощены тебе грехи И ты остаешься лежать Прощены тебе грехи И потом встань И ходи Евреям Десятая глава С двенадцатого стиха Я прочитаю Он же Принеся Одну жертву За грехи Навсегда Воссел Одесную Бога Ожидая Затем Доколе враги Его будут Положены В подножье ног Его Ибо Он Одним приношением Навсегда Сделал Совершенными Совершенными Освещаемых О всем Свидетельствует нам И Дух Святой Ибо сказано Вот завет Который завещаю им После тех дней Говорит Господь Вложу законы Мои в сердца их И в мыслях их Напишу их И грехов их И беззаконий их Не воспомяну Более А где прощение Грехов Там не нужно Приношение за них Итак, братья Имея дерзновение Входить в освятилище Посредством крови Иисуса Христа Путем новым и живым Который Он Открыл нам Через завесу То есть плоть свою И имея великого Священника Над Домом Божиим Да приступаем С искренним сердцем С полную верою Кроплением Очистив сердца От порочной совести И омыв тело Водою Чистую Аминь Принимай Причастие Крестись Изучай Слово Божье Верь в Иисуса Христа И твое прошлое Не сможет Тебя достать Понимаешь? Не сможет Если что-то И достанет То Бог даст Мудрость И как с этим Совсем разобраться Аминь Принимай Это верой Сегодня Принимай Это верой Нет такого Греха Который Иисус Не может Простить Нету Римлянам Восьмая Глава Группа прославления У нас уже может выходить Сейчас Причастие будет С первого стиха Итак Нет ныне Никакого осуждения Тем Которые Во Христе Иисусе Живут Не по плоти Но по духу Потому что Закон Духа жизни Во Христе Иисусе Освободил Меня от закона Греха и смерти Аминь Нет никакого Осуждения Тем Которые Во Христе Иисусе Я вам больше скажу Вот эта фраза Которая здесь добавлена Которые Во Христе Иисусе Живут Не по плоти Но по духу Ее нет в оригинале Это перевод Синодальный перевод Это люди Ну немножко додумали Они попытались Объяснить смысл Как будто бы Поставили условия Но в оригинале Павел этого не писал В оригинале На греческом Просто написано И так нет Ныне Никакого Осуждения Тем Которые Во Христе Иисусе Потому что Закон Духа жизни Во Христе Иисусе Освободил Меня от Закона Греха И смерти Это то Это то что Бог делает Во Христе Иисусе И сегодня Мы вот об этом Ну поразмышляли И сейчас самое время Нам просто Подтвердить То что мы услышали И то что мы хотим Принять Если ты Хочешь Чтобы Благословение Божье Действовало В твоей жизни Принимай Ничто тебе Не мешает Принять это Сегодня ты Здесь Может быть Первый раз И если ты Понимаешь То о чем Я говорил Потому что Ни одна Религия Не сделала То что Сделал Иисус Христос Нет ничего Похожего Есть религии Которые нам Говорят о Высокой нравственности Как это Очень важно Есть религии Которые говорят Нам о Духовности Которые Вот там Буддизм Они там Выходят В небо Общаются С Духом Все это Есть Все это Есть Сообщение С Духовным Миром Есть Высокая Нравственность Но Иисус Христос Один Умер За наши грехи Для того Чтобы ты Имел в своей жизни Полное Божье Благословение Аминь Просто Принимай И Не принимай Того Что Тебе Напоминает Твое Прошлое Потому что Есть такое Прошлое Которое Очень далеко И не нужно Даже возвращаться И копать Его Не нужно Потому что Вот Бог Его Уже Оставил Не нужно Постоянно Чувствовать Вину За это Потому что Некоторые люди Вот сотворили Там что-то В молодости В юности Может быть Даже какие-то Страшные вещи И всю жизнь Подсознательно За собой Это тянут Может быть Их не поймали Их Не наказали За это Но у них Навязчивают Эта мысль А это С тобой За это Это с тобой За это И вот это Иисус Разрушает Потому что Вот есть вещи Которых уже Не склеишь Не поправишь Не исправишь Ничего не сделаешь Но приняв Христа И принимая Христа Ты освобождаешься От этого вот Голоса Угнетающего Твою жизнь У нас есть Хорошая поговорка Если дьявол Напоминает тебе О твоем прошлом Напомни ему О его будущем Напомни Я верю в это И я хочу так верить И я буду так верить И я зову вас Тоже вместе со мной Верить так И Понимаете Относиться к людям Именно через это Понимаете Вот Как вот этот человек Он пытался Знаете Он Там не просто человек Он большую десятину дает Большую Я вам говорил Этот человек Пожертвовал Около ста тысяч В один момент Еще пожертвовал И И это отношение И я понимаю Что вот Он призывал меня К тому Чтобы я Исправил Того Кого он хочет Чтобы Он Я исправил Ну я рад Что вот Бог дал мне Вот мудрость И дал мне Вот Ну такое Видение Что Я не хочу Быть В принципе Ни на месте Сатаны Ни на месте Даже святого духа Потому что Если вот Святой дух Обличает Сатана Осуждает Мы никто Мы не должны Эту роль Выполнять Мы должны быть Вот братья Которые Принимают Друг друга Таким Какие есть Потому что Все мы Проходим Одинаковые Искушения Я вам Когда-то Рассказывал Про дух Кротости Что это Такое Что Вот это Слово Кротость Один Историк Использовал Как чувство Возникающее Между солдатами Долгое время Воюющими Рука Об руку Сидящими В окопах Сталкивающимися С какими-то Опасностями Бегущими В атаку Или наоборот Отступающими Вот длительное Время Они воюют И вот То чувство Которое У них Образуется Вот это Называется Кротость И кроткий Наследует Землю Вот это Вот Вот это Единство Братолюбие Вот это Понимание Того Что Ну Классно тебе Много прощено Ну и Слава Богу Мне меньше Ну Тоже Слава Богу Потому что Бог когда-то Дал мудрости Дал слово Я остановился Зачем мне Смотреть на того Кто У нас в центре Уходит Семь раз Пять раз Три раза Уходят Приходят И кого-то Начинает Нам нужно немножко поправить Нам нужно немножко исправить Иисус нам сказал Потому узнают Что вы мои ученики Если будете иметь Любовь между собой Вот и узнают Они нас Вот просто нереальную Любовь Вот Мне этот человек Говорит Что этого человека Надо исправить Надо поправить Даже из-за того Что этот человек Не получит Своё благословение А я не хочу верить То что этот человек Не получит Своё благословение Из-за того Что ему нужно Обязательно пойти Вот это вот Всё прошлое Исправить Я не хочу Так верить Потому что Может быть У него не хватит Сил это исправить Я не хочу На него Накладывать Это А мы иногда Вот этим своим отношением накладываем, и человек уходит в разочарование, потому что у него не хватает сил идти вот это вот исправить. Мы ему говорим, Бог, Бог порядка, нужно все исправить. Бог, Бог благодать в Иисусе Христе, который вот простил нас, омыл нас и говорит, делайте так же, как я. Аминь. Давайте мы сегодня вот будем применять причастие, думать об этом и бросать за хребет вот это прошлое. Действительно не давать, потому что я честно говорю, что даже у меня, ну вот даже, у меня иногда тоже проскальзывают вот эти мысли. А, это вот поэтому, поэтому. Но когда они проскальзывают, я говорю, стоять. Я их просто вот, знаете, как мысль ее нужно вот поймать и спросить, ты чья? Ты от кого? Она тебе скажет, если ты ее поймаешь. И я понимаю, что не от Бога. Так я тебя проверю. Ну, квоему Иисуса Христа уходи. Смурш ушла. Ну, все понятно. Потому что если от Бога, знаете, где Бог покажет, где Бог откроет то, что ты можешь исправить, то, что ты должен исправить. Но есть вещи, которые все, прощено. Аминь. Принимайте это. Пусть вас Бог благословит.